КОЛМА, EVERYBODY Перейдем к тихому шторму. Винс Тейлор. Здравствуй, Винс. Приятно видеть тебя здесь. Мы ведем разговор об ошибках и их избежании. А тебе таких вопросов не возникает, потому что твое позирование и выступление считают лучшими, возможно, за всю историю бодибилдинга. Двоинного введения в позирование, как терминатор и остальные забавные штуки. Это отличный бодибилдинг, и это круто. И табу хорошего телосложения. Лу, кстати, сейчас пытается пародировать тебя. И получилось даже немного похоже. Он хотел бы увидеть, как это делаешь ты. Винс сказал, что уделает Луи. Винс, расскажи нам об этом, о твоем опыте. Ведь иметь хорошее тело – это одно, а уметь его показывать – это другое. Это часть работы, на которую ушло очень много времени. Я бы сказал, моя жена внесла много корректировок во все, что я делал. Накануне перед выступлением на Олимпии она говорила мне, как лучше позировать. И тогда все это родилось. Я тренировался, и все вокруг тоже тренировались. Но у всех есть микроразница в том, как реагируют ваши мышцы. И я старался выиграть эти соревнования, проходя через три этапа судейства. И я старался зарабатывать очки, развлекая их своим позированием. И потом, когда я понял, как ставят оценки судьи, я понял, что смогу побить кого-то из больших парней, если пройду дальше. Может быть, они и больше. До этого я не думал, что смогу победить их. Но когда они позировали, и если судейство было честным, как можно было не дать мне очки за позирование, если я заслужил? Моя жена поняла это, когда умирала от скуки, когда позировал кто-то другой. И после ее позирования и других девушек, мы поняли, что это работает. Они выступали, и зрители это оценили. И мы поняли свободу действия. И мышцам пришлось немного подвинуться. И каждая идея, воплощенная на сцене, была придумана моей женой. И мы следили за тем, на что обращают внимание зрители. И придерживаться этого плана. Делать то, что прерывает молчание. Я смотрел на реакцию зала, используя фразы и все эти фишки. Я был артистом одного хита. Ну, да, это можно назвать и так, потому что ты делал это снова и снова и снова. И каждый раз аудитория отзывалась на это. Им нравилось, как ты позируешь. У тебя было феноменальное телосложение, но я помню, как на протяжении долгого времени, в 90-х ты был популярен среди женщин, и ты побеждал подряд в пяти или шести гран-при шоу. Не забывайте, тогда еще не было картинок в интернете. Не было Директ Икса, чтобы посмотреть на тебя. И мы ждали выхода новых журналов. Ну и, конечно же, можно было увидеть пару шоу, где ты был. Винс Тейлор взял гран-при. Еще гран-при. Еще гран-при. И обычно эти соревнования проходили между ребятами, которые были победителями Олимпии. Победа на Олимпии никогда не ускользала от меня. Я знал, о чем мне переживать. С одной стороны у меня Ли Хэйни, потом появился Дориан Ятс, и, конечно, вот этот парень. Когда я выступал на шоу, я не думал о том, что мне нужно победить. Я хотел уделать, ну, к примеру, Ли Хэйни. И то, что я проделал в Орландо с позированием Терминатора, было нацелено на это. И на каждом шоу я думал, кого же мне убрать. Моими целями стали Шон Рэй, Ли Ла Брадо. Когда я выступал рядом с Ли Хэйни, мое выступление несло такой смысл. Да, я могу поприкалываться на сцене, но я не тупой. Я знал, как бы сильно я не хотел победить там, я бы не смог это сделать. Поэтому меня не грузило то, что я не могу победить. Я дважды был третьим. Мое первое профессиональное выступление было на Ночи профессионалов. В 89-м я был третьим. За год до этого победив на национальных соревнованиях. За два года до этого я был неотесанным любителем, пытающимся играть в бодибилдинг. Я был быстрорастущим новичком. Когда я в 17 узнал о Шоне Рэе... Это крутой чувак, я тоже буду тягать железо. По-моему, это был 83-й. Тогда мне было 27, и я сказал себе, что я тоже так могу. Если вдуматься, я уже старый парень для этого спорта. Я начал медленно, с низкого старта. Я старик, Джордж Форман бодибилдинга. Мы разговаривали с Флексом, когда мне было уже за 40. Он сказал мне тогда, тебе уже за 40, и ты надираешь нам задницу. Парням по 30, а мне уже 40. И у меня свой рекорд. 22 победы, будучи профессионалом. Это мировой рекорд. Но он побит Ронни. И я горд этим. Сами соревнования дарят мне радость. Я даже внесен в книгу рекордов Гиннеса по количеству титулов. 5 титулов мастеров мистера Олимпии. Моя цель была 10, но это уже другая история. Но сейчас я это сделал. И где-то в 46 лет повредил спину. И я просто перестал соревноваться. После того, как проиграл между мастеров. Прошло 4 года, и после 50, я сделал это снова, в 2006. Прошел там квалификацию, был там третьим. Судьи, гады, но назад идти нельзя, и я сказал, что я вернусь. И в 50, я стал 11-м на Олимпии. 4 года меня не было, и за 7 месяцев я вернулся. Но вернулся я не за тем, чтобы победить на Олимпии. Я продолжил свое восстановление, и в 2007-м я вернулся по-настоящему. И в 2007-м в Австралии я снова занимаю третье место, хотя должен был быть вторым или первым. При подготовке я делал скручивание и повредил поясницу. И все. Нельзя было это оставить просто так. И с 2007-го я ушел на полгода. Я не ходил в зал, не тренировался. Мне приятно находиться здесь, с теми, кто был мистером Олимпия. Спасибо тому, кто собрал нас сегодня здесь. Я нахожусь в королевской компании. Приятно находиться с вами, ребята. Я был рад быть здесь. Это мой мистер Олимпия. С нами был Винс Фейлор.